Привет всем выжившим! И сегодня будем смотреть на Help Will Come Tomorrow, которая по сути является каким-то аналогом Dead in Vinland, точнее чем-то похожим. Я, кстати, её показывал на своём канале, и да, обязательно комментируй и пиши, как тебе сама игра. У неё, кстати, довольно мало обзоров в стиме, что мне кажется довольно обидным, потому что игра сама по своей задумке очень даже интересна. Ну, по крайней мере, мне так и показалось, но давай посмотрим вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, и вот наши персонажи. Хочется сказать сразу, что каждый раз персонажи меняются, так что какой-то элемент рандома всё же у нас здесь присутствует. Причём, у каждого из них будут свои отношения друг с другом, что, конечно же, тоже интересно. Мы два стали живыми. Вы слышите выстрелы? Они убивают других выживших. Это повтор Знамёнской площади. Царские сторонники открывают огонь по пролетариям. Вы говорите ерунду. Это обычные грабители или дезертиры. Не говорите так громко, потому что нас услышат. Мы прошли долгий путь. Я думаю, что мы можем отдохнуть здесь, а снег засыплет наши следы. Что ж, Дмитрий Соколов, Григорий Дмитриевич, Мария Петренко и Софья Бутёнова. Сразу скажу, что её практически все ненавидят. Так, а кто у нас ты? Нейтральный. Угу. Это у нас аристократ. Это революционер. И этот у нас тоже из аристократии. У каждого из них свои отношения друг с другом. Свой боевой дух и, конечно же, свои особенности, которые открываются по ходу игры. Как положительная, так и отрицательная. Что ж, давай попробуем, наверное, разобрать укрытие. Хотя, постой. Я думаю, всё-таки будет, наверное, лучше, если мы всё-таки... Подожди. Начнём с костра. Так, убрать снег мы поставим, пожалуй... Давай вот этого вот нашего лесоруба. Хотя, можно было бы вместе с кем-то, или он один только? Нет, тут одно рабочее место. Давай у нас он попробует поработать. Немножко камней, грибов. Немножко хвои. Веток. Слушай, ну, неплохое начало. Давай тогда сделаем сразу костёр. Смотри, тут можно... Так. Восемь веток. Солидный. Я тебя ненавижу. Всё лучше, чем работать с вами. Так, кажется, ты мне не нравишься. Мне было бы лучше работать с кем-то другим. Я боюсь... Вы все друг друга ненавидите. Да, слушай, они действительно все друг друга ненавидят. Поэтому давай, пожалуй, сделаем тебя и тебя. Ты мне не нравишься. Ну, мне как бы всё равно, поэтому работайте, гады. Так, ну что, у них получится. Перфекционист. Персонаж предпочитает делать вещи точно, качество его строительства выше и часто получает уважение. В то время как его боевой дух растёт при создании солидных конструкций. К сожалению, боевой дух падает во время действия временного решения. А после каждого небольшого действия у него есть шанс потратить дополнительный БД. Ну, боевой дух, скорее всего. Или очки действия. Что кому ближе? Горшок. Так, слушай. Боюсь... Что это у нас? Сидение. Обеспечивает всех в лагере дополнительной защитой от мороза. Горшок. Горшок позволяет готовить вкусные блюда из мяса, овощей, воды и трав. Разблокирует действия, варить. Маленький фильтр для воды. Слушай, ну фильтр для воды, я думаю, это нечто обязательно в их условиях. Поэтому давай попробуем сделать. Так, вот. Пожалуй. Солидно. Отлично. И пять веток. Ну что ж, давай ты попробуешь это сделать. Так, у них опять портятся отношения. А в общем, они устают друг от друга. Ну что ж. Ну, у нас и появился маленький фильтр для воды. Так что, да. В принципе, уже неплохо. Давай попробуем подбросить немножко хвои. И, пожалуй, еще немножко. Отлично. Так, и теперь получается, что мы можем добывать воду. Смотри-ка. Братания. Хе-хе. Улучшить отношения двух персонажей и поднять их боевой дух. А фильтровать воду. Позволяет отфильтровать грязную воду от снега. А давай, может быть, у нас вот эта вот официантка попробует пофильтровать воду. Ты же у нас официантом, я так понимаю, работала, да? Там Мария Петренко. Эта молодая девушка была горничной в поезде, в котором вы ехали. Ну, горничная. Что ж. Давай попробуем. Фильтровать воду. Пускай она пофильтрует. Да, немного воды. Что ж. И можно было бы с кем-то подружиться. А мне кажется, стоит их как-то свести вместе, потому что они не аристократы, и по идее из них выйдет неплохая такая парочка. Давай попробуем. Так, отлично. И у нас повысился немножко боевой дух. Но очки действия поубавились. Так что, да. Придется, пожалуй, кому-то брать снег. Так, отправим нашу аристократку этим заниматься. О, господи, что я делаю. Так, немножко древесины, шишек, грибы. Что ж. Временное решение или солидно. Но подсолидно, я так понимаю, у нас не хватит, к сожалению. Поэтому придется нам что-то придумывать. Но нам не хватит древесины, поэтому чистокол у нас, к сожалению, не выйдет сделать. Не выйдет. Но мы можем сделать себе лежаки. Я надеюсь. Надеюсь, что хватит. Давай, наверное, посмотрим, что там в чистоколе у нас было. Для начала. Чистокол. Так, ограждение. Уменьшает повреждения лагерных сооружений в результате плохой погоды. Кроме того, он обеспечивает всех в лагере дополнительной защиты от ветра. Кстати, да, это неплохая такая конструкция. Обозначенные тропинки. Знакомство с окружающей местностью позволяет делать короткие вылазки из лагеря, обеспечивающие небольшое количество основных ресурсов. Разблокирует действия собрать хворост. Закамуфлированная зона. Уменьшает видимость лагеря и увеличивает эффективность силков. Силки. Позволяет расставлять ловушки, которые дают возможность ловить мелких животных. Разблокирует действия проверка ловушек. Дополнительный инструмент. Ээээ... Использование предмета из группы... Так, повышает качество пыльной конструкции. Продвинутые ловушки. Повышает шанс поймать мелких животных. И чистокол. Дополнительно снижает урон строением лагеря, вызванной плохой погодой. Так, а что у нас в укрытии? Простая подстилка. Подстилка позволяет отдохнуть и уменьшить усталость героя. Дополнительно каждый персонаж в лагере восстанавливает усталость за каждый неиспользованный бал действия. Эээ... Слушай, а неплохая такая штука. Единственное, что... У нас не хватает хвои. Мы всю хвою, по идее, потратили на... И костер... И... В общем, фильтр для воды, поэтому... Да, пока что мы будем без подстилок. Одеяло. Дополнительно уменьшает замерзание и немного поднимает моральный дух персонажа. Изолированная постель. В укрытии могут отдыхать одновременно два человека в течение дня. Поднятые нары. Благодаря поднятым нарам, три человека в один день могут без помех отдыхать в укрытии. Ооо... Что ж... Простое покрытие обеспечивает всех в лагере небольшой защиты от ветра. Улучшенное покрытие обеспечивает всех в лагере дополнительной защитой от ветра и мороза. Ну, пока мы вроде бы все, что могли, сделали. Ну, пожалуй, мы можем, конечно, разгрести снег. Давай попробуем это сделать. Так, вау, 21 хвое, слушай, а неплохо так. То есть, вполне возможно, нам даже хватит этого. Но, к сожалению... К сожалению, у них не хватает очков действия. Поэтому, да. Мы можем убрать снег, а можем улучшить отношения. Друг с другом. Вам хватит? Нет, не хватит. Так что... Пускай, пожалуй, он все-таки уберет снег. Так, немножко мха. Немножко грибов. И немного камней. Слушай, ну, с хвоей нам, конечно, очень повезло. Что ж, мастерская. Верстак. Точка снятия шкуры с дичи. Стол. Металлическая мастерская. Хорошо оборудованная мастерская. И ловушки. А так, а здесь у нас в карантине положение опекуна. Маленькая лохань. Простое покрытие. Высокие нары. И медицинские инструменты. Положение опекуна позволяет лечить себя или своего товарища, который нуждается в помощи. Уход восстанавливает здоровье и дает шанс улучшить плохой статус. Бессознание. В шоке. Больной. Действие может выполнить на... Опекуном. С бессознательным персонажем. Так, понятно. Что ж, давай, наверное, заканчивать день. Потому что, в принципе, все, что мы могли, мы сделали. Так. Но, пожалуй, постой. А готовить еду они, я так понимаю, не могут. Да? Нет, к сожалению, не могут. Придется им голодать в первую свою ночь. Но, думаю, могло быть и хуже. Поэтому, почему бы и нет. И вот наша первая ночь. А здесь, как видишь, мы можем выбрать диалог. Что позволит нашим соратникам улучшить отношения друг с другом. А, возможно, его даже и ухудшить. Катастрофа и бойня. Давайте проверим реку на севере. Будем ждать патруля. Давай, наверное, подождем патруль. Почему бы и нет. Либо выступление Софьи. Так. Ладно. Давай попробуем подождать патруля. Давайте думать спокойно. Поезд не дошел до следующей станции, верно? Железнодорожники обязательно нас ждут. И должны отправить патруль. Ну и что? Это потому, что они не найдут нас здесь. Помощь может прийти в любой момент. И мы должны дать им знак. Мы должны спрятаться. Давайте обсудим это. Хорошо. Это не глупо. Но помните, что мы находимся в центре... Круга... Круга Балалайки. И следующая станция. Это просто дыра. Круга Байкалки. Я извиняюсь. Да, но ведь у работников есть какие-то обязанности. Они проверяют сугробы на путях. Или они такие женивые, как в Санкт-Петербурге. Эй-эй, полегче. Вероятно, несколько дедушек, которые давно должны были уйти на пенсию. Может быть, они действительно приедут на дрезине в ближайшие дни. И тогда стоит их поймать. Не ожидайте помощи от военного отряда. Слушай, ну, я ожидал, что они как-то подружатся друг с другом. Но хотя бы они не посрались. Поэтому давай, пожалуй, эники-бэники ели вареники. Мои дорогие, спасибо вам. Но вы зря меня спасли. Я старая и слабая. Я буду только бременем. Не говори так. Никто не заслужил смерти в таких условиях. Теперь мы должны держаться вместе. Каждая рука помощи имеет значение. Когда я умру, пожалуйста, напишите. Софья Бутенова родилась в 1854 году в Одессе. Или, может быть, без года рождения. Я должна подумать об этом. Так, ну, слушай. Она хотя бы повысила отношения со всеми. Потому что... А, ну, как тебе сказать? Ее все ненавидят. Ее буквально все ненавидят. Поэтому надеюсь, что как-то они хотя бы будут более сплоченными. Что ж. И мы видим в подведении итогов дня. Давай посмотрим, что у нас будет утром. День второй. Голодный. Голод этого персонажа увеличивается быстрее, чем у других. Не самое приятное и, пожалуй, полезное свойство. Так что... Да. Как бы он нас этим не порадовал. Но зато смотри. Горшок. Горшок позволяет готовить вкусные блюда из мяса. Овощей, воды и трав. А давай попробуем, наверное, сделать его. Почему бы и нет. У нас, кажется, есть все для этого. Так. А что тебе не нравится? Я извиняюсь. Так. Может быть, недостаточно ресурсов. Да ты издеваешься. Так. Так у тебя же... Ааа. У нас не хватает глины. Ты представляешь, у нас не хватает глины. Эх ты. Ну, да. Придется, видимо, и мучиться. Так. Пускай тогда он делает... Подожди. А что тебе на этот раз не хватает? Ааа. Ему не хватает каких-то тряпок. Ты посмотри на это. Так. Холст. Холста ему не хватает. Это ему тоже не хватает. Короче, ничего нам не хватает. Придется делать какое-то временное решение. Потому что иначе, судя по всему, мы просто тут помрем. Так что, да, придется нам ставить вот этого парня вместе, пожалуй, с тобой. Ну что ж, давай попробуем сделать временный коршок. Кажется, у них не самое худшее отношение. И у него появилось свойство повар. У этого персонажа есть шанс восстановить па во время приготовления пищи. Что ж, ну, теперь мы хотя бы знаем, кто у нас будет готовить. Еда на грелье или вареная еда? Давай попробуем что-нибудь сварить. Ааа, смотри. Суп, яичница, фруктовый чай. Кажется, я проголодался. Так, съедобный корень. И немножко грибов. Кажется, нам всего хватает. Так, что тебе не нравится? Ааа, ружик костра. У костра слишком мало. Слишком мало. Давай его чуть-чуть разожжем. Ааа, палки, шишки, кора. Ну, слушай, я думаю, нам кора... Да, давай попробуем кору кинуть. Так. Ну что ж, теперь я надеюсь, ты можешь приготовить нам какой-нибудь супчик. Надеюсь. Гриб. Ах, ты ж, блин. А почему тебе не хватает грибов? Ааа, нужно четыре гриба. Ну смотри, он может кинуть съедобные корни и воду. Ааа, я не представляю, что можно приготовить какой суп и съедобный суп. Неудобных корней, но если у тебя есть какие-то мысли, обязательно пиши в комментариях, если тебе приходилось есть нечто подобное. Ааа, что ж, давай попробуем приготовить это. Поднимает боевой дух и уменьшает замерзание. Так, ну что ж, у нас есть горяченький супчик, который может каждый слопать. Так, и как его распределить? Подожди. А, вот, то есть мы должны его выбрать и после нажать использовать. Слабо приправлен, но согревает. Действительно, живописная мы компания. Так. Да что вам не нравится-то всем? Вы чё, ребят? Тут, между прочим, бовар перед вами, а вы его все обсираете. Вы посмотрите на свои условия. Слабо приправлен. Вы как бы тут коренья жрёте. Извиняюсь. А вы ещё выпендриваетесь. Слабо приправлен. Ну, мы можем отправиться в экспедицию. Что ж. А, давай, наверное, действительно отправим их. Так, а мы можем это сделать? Отправить экспедицию. Да, мы действительно это можем сделать. Смотри. А, мы можем выбрать нашу старушку. Или нашего охотника. Правда, наша старушка никому не доверяет. Единственное, пожалуй, но. Так, ну, слушай, мы могли бы их отправить вместе. Правда, мне кажется, вместе с кем-то другим они бы как-то лучше поладили. Но, давай попробуем. Так, неизвестная зона. Урень риска низкий. Так, ну, что ж. Попробуем, пожалуй, разведать. Таким вот образом. Так. Куда бы нам сходить? Ну, давай к поезду. Так, ребята, а вы... Можете обыскать тут что-нибудь? Нет? Вы где задержались возле разрозненного вагона? Развороченного вагона. Это место навевает кошмарные воспоминания. Не так давно вы убегали отсюда. От грабителей. Вы задаетесь вопросом, не следует ли вам заглянуть внутрь. Хотя ренегаты украли большинство вещей. Но они не взяли занавески или часть обшивки. А это может быть вам полезно при расширении лагеря. Как вдруг изнутри вагона послышался скрип двери. Это... Это что? Вернулись ренегаты в поисках ценностей? Или это выживший пассажир? Неожиданно в боковой высаженной двери вагона появляется четвероногий силуэт. Это рысь! Животное бесшумно спрыгивает с лестницы и мгновенно исчезает между снежными заносами. У него, наверное, было неплохое пиршество внутри. Ужасно. Что ж... И чё? А! Надо бежать! Так, а здесь территорию они, интересно, могут обыскать? Либо нам нужно срочно отсюда бежать. Давай попробуем, пожалуй, вот тут обыскать всё, что есть. Так, вау! Ты посмотри, сколько всего! И грибы, и хвоя. Надо было, конечно, раньше нам это сделать. Но, что ж... Будем теперь знать, как это всё выглядит у нас. Так что... Да, внимательный! У этого персонажа есть шанс найти дополнительные ресурсы. Во время действия сбора или исследования. Теперь я понимаю, кого нужно отправлять на наши походы. Кто бы мог подумать? Что ж... И у нас остались очки действия, которые мы могли бы куда-то потратить. Ведь у нас теперь есть ресурсы. И я надеюсь, что нам их хватит. Так, подожди, а почему у нас же... А, у нас не хватает тряпок. Нам не хватает тряпок. Слушай. Но мы могли бы сделать временное. Нет, не могли бы. Нет, не могли бы. Так, ну, вот так мы, по идее, можем сделать временную простую подстилку. Либо мы могли бы сделать временный чистокол. Судя по всему, нам бы... Нам бы этого всего хватило. Давай попробуем. Почему бы и нет? Временное ограждение, я думаю, всё-таки поможет им как-то защититься от ветра. Поэтому давай попробуем что-нибудь сделать. Так, временное ограждение. Так, ну и вот. У нас появилось временное ограждение. И мы могли бы сделать себе даже силки. В принципе, ресурсов нужно не так много. Поэтому... Давай, наверное... Попробуем сделать. Так... Правда... Ты мне не нравишься. Мой дух минус пять. Слушай, ну... Ничего не поделаешь. Либо вы сейчас... Хотя давай, наверное, попробуем сделать укрытие. Сейчас. У нас хватит ресурсов. Да, нам хватит ресурсов. Поэтому... Придется, правда, делать временное. Временную постилку. О, боже. Так. Мне кажется, или боевой дух тут уменьшится ещё больше, чем там. Но... Как бы делать нечего. Поэтому давай попробуем. Вот такая вот миленькая у нас появилась подстилочка. Подстилка позволяет отдохнуть и уменьшить усталость героя. Ремонтник. У этого персонажа есть шанс восстановить БД после ремонта, лагерных сооружений или инструментов. Портной. У этого персонажа есть шанс восстановить Ра. И сшить ей одежды. И сумок. То есть... Ресурсы имеются в виду. Надо будет посмотреть. Так. Всё лучше, чем работать с вами. Так, господи, ребят. Давайте вы не будете ссориться, пожалуйста. Да. И это наш второй день, который мы можем закончить. Ну что ж. И это у нас была Help Will Come Tomorrow. Которая, по сути, переносит нас на зарю российско-октябрьской революции. По сути, если честно, мне Dead and Villain понравилась куда больше. Может быть, из-за того, что она была более интерактивной. И, если честно, сюжета там было куда больше. Я гораздо больше проникся персонажами, которые там были. А здесь персонажи мне показались немножко более какими-то пустыми. Но, может быть, парочка дополнений и каких-то крупных обновлений сделают эту игру поинтересней. Но пока что как-то так. В любом случае, пиши в комментариях, что ты думаешь про неё. И понравилась ли она тебе. Ну а на этом, пожалуй, всё. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok